Итак, всем привет, мы продолжаем проходить Wario 44, у нас сайт-миссия. Короче говоря, до Сун Дзиана дошли слухи, что один из наших замков перестал выходить на связь. Надо разобраться, почему, что там произошло, почему все молчат. Поэтому он послал туда двух ниндзя, Хансо Хаттри и Кунойти. Они у нас мастера проникновения скрытного, и, собственно, они сейчас будут тут решать все вопросы. Короче, вон Кунойти говорит, никаких следов нападения, все тихо, спокойно. Хансо Хаттри говорит, что вообще даже слишком спокойно. Надо, говорит, разобраться в ситуированной. На этой карте мы тоже были уже неоднократно. Но это хотя бы сайт-миссия, так что это простите. Вот так действительно, что, жалко что ли карту было понаделать. Сразу вспоминается третья часть. Да, к ней много претензий. Но вот по поводу количества и разнообразия карт, претензий вообще нет. Потому что их было дофига просто. Нам, кстати, тут дали дяо-чань. Самый сексапильный костюмчик вообще во всей игре, мне кажется. Короче говоря, здесь, похоже, действует какое-то страшное колдунство. Наши союзники воспринимают нас как врагов. И начинают с нами драться. Ну и, конечно же, нам нужно навалять им в ответ. Дяо-чань вообще хороша. Я имею в виду по дизайну. Ну, Джен Хэй, он всегда был хорошим, быстрый, техничный боец. Так что тут даже, я думаю, на нем и концентрировать внимание, заострять внимание незачем. Короче, они ищут этого, источник колдовства. Так что, говорит, мы должны внимательно все осмотреть, всем навалять. Колдун-то и появится. И надо было Джан-Дзяо с собой взять. Он бы моментально любого колдуна нашел. Ну, наверное, они его не взяли просто тупо потому, что не знали, что здесь работает колдовство. Я не знаю, что здесь работает колдовство. Я не знаю, что здесь работает колдовство. Последнее, если он не знает, как угранична. Это, конечно, не знаю. что-то прям вообще слабенько концов какой перед баки в пекло я тут молчу потому что отчет тут уже комментировать по сюжету все очень даже примитивно а даже какой оригинальный ход стоп вдруг кто-то наслал на группу наших союзников колдовство и они стали воспринимать нас как врага всю джу даже даже от у добродушного толстячка придет приходится по новой его бить а мы ведь его не так давно били то у него еще наверно бака то даже не зажили как мы их намяли зато у него очень крутой муксет ну иди сюда и где соль да а эти вот ниндзя стоят ничего не делают а наконец хоть ханцо пришел на помощь что-то как-то вообще не получилось в Вижу, мозги на место встали, он на нашу сторону перешел, короче говоря, говорит, я жрать хочу. Так, тут надо. Ну, по крайней мере, этого духа загасили, а то мне уже поднадоело. Так, целая куча народу. При этом бы Unity Magic, к сожалению, нет. Ладно, попробуем как-нибудь выйти из этой ситуации. Они еще солдат довольно жирные. Все-таки я по-прежнему считаю, что в такие игры надо играть на самом легком уровне сложности. Потому что достает иногда вот по полчаса миссить противников. Норм. Так, Лайншао тоже на нашу сторону перешел. А вот тут у нас целая куча народу и дунжоу, дунжоу, дунжоу. Че ты творишь, сволочь? Он чуть бы меня не убил, смотрите, а? Гадость какая. Да. Гадость какая. Гадость какая. Гадость какая. солью мою как взял линейку мусору хоть немножко приходится вот так вот по хитрому действует потому что если драться с дуном джоу по чесноку он нас просто закидает этими минами на самой смерти на у них давай давай ну куда что выстрелил и косая я у тебя но ножки у тебя красивые серьезно красиво нарисовали это сранец Тихо-тихо-тихо Ну не выпало для них оружие третьего уровня к тому моменту, как их пришлось на эту миссию взять Поэтому все довольно-таки долго происходит Так, Дун Джоу теперь тоже за нас О, Юнити набили Юнити набили это замечательно Ну а Продолжение следует... 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 Так, я вроде не попал по сути. Окей. Ну все, наконец. И, собственно, на этом уровень заканчивается. Миссия идет. Так, и правильно выразился немножко. Угу. Ну и два ниндзя, вон, спасли нас от этого навождения, как говорится. Очень вам благодарны. Вообще, лишить меня воли, как я танцевал под их дудку, как тупая мартышка. Это ж вообще ни в какие ворота не влезет. Да-да-да-да, мы потеряли свое лицо и действительно вели себя, как тупые приматы. Короче говоря, все хорошо, что хорошо, кончается. Сунюк он наказан, никто не пострадал, кроме пары тысяч китайцев. Ну, кто их считает, в общем, тысячи больше, тысячи меньше. Сунюк он наказал.